друзья коллеги рыболовы всем здравствуйте в общем наконец-то я мчу на аку на реку аку я за очень по ней соскучился друзья на самом деле потому что все озера озера озерная рыбалка понятно она тоже своеобразная тоже интересная но на реке есть на реке сильные течения безумно заскучился по сильному течению по судоходности по отдыху у реки вообще по реке по сильной реке соскучился не знаю как будет по рыбалочке потому что все равно говорят вода еще на прибыли говорят рыба не клюет на оке да и бог с ней да и бог с ней я просто хочу посидеть на берегу реки реки большой реки широкой сильной мощной в общем друзья будем отдыхать еду на две ночи еду на две ночи сейчас пять часов вечера ехать мне еще полтора часа но не знаю как сегодня по вечерке удастся половить или нет я думаю что скорее всего нет потому что надо разбить лагерь успеть а тут темнеет сейчас уже рано в девять часов уже темно но тем не менее две ночи половить я думаю времени хватит будет предостаточно посмотрим как будет по рыбалочке но тем не менее друзья вместе отдохнете вместе со мной на берегу реки оки давайте начинаем это хорошая красивая душевное путешествие погнали а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, отлично! Друзья, мое место свободно! Надо посмотреть, какой подход к реке сейчас Столик какой-то тут кто-то соорудил Красавцы! Дерево упало, ребят! А может, 500 кто спилил на дрова? Да нет! Судя по тому, что оно еще растет и зеленеет Скорее всего, упало! Ну как, вода тут посмотрим О, панзе! Вода-то на подъеме! Как была, так и осталась, друзья! Вода на подъеме! Но, тем не менее, вот здесь есть одно местечко Здесь я сяду, кидать, конечно, будет Па-бам! Не очень удобно Да! Вода так и не спала Ну, что же сделать? Кто-то клокает на сама О, хищник плещется вот здесь Ребят! Хищник только что облеснулся Раз хищник плещется, это всегда хороший знак Вот так, друзья, спрятал автомобиль Потому что поставили знак «Водоохранная зона» И Возможно, будут проблемы Время уже около 7 Повторюсь, в 9 уже темно Давайте сейчас сразу разберем палатку Здесь я ее поставлю Здесь местечко хорошее, ровненькое Нормально Так, подушка пока мне не нужна Так Давайте сейчас разберем ее Чтобы уже приготовить ночлег И все будет окей и вери гуд Хоп 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 Так 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 Где вход-то? Вход-то здесь Развернем Все Сюда Главой Вот Будет сюда Так Колышки Погнали сейчас быстренько Разбираем Колышки Вот я думаю вот так, конечно, немножко наклон-то тут есть Можно чуть повыше Да ладно, нормально Так Хоп Раз Быстренько Давай, надо на этот По диагонали будем Два 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 Дэрис И Четырис Отлично Дуги моментом. Сейчас. Раз. 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 И раз. Одна готова. Вторая пошла. Хоп. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Два. Вторая. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В принципе, палатка уже готова... Так, все, закрываем, а то комарье летит со страшной силой... Со страшной силой он летит... Так... Отлично! Так, спальное место готово... Друзья, надо сразу попробовать хотя бы пробить дно, установить, промаркериться с грузиком... Установить точку, а может быть и удастся закинуть и половить что-то изначально... Чтобы завтра с утра уже спокойно, комфортно ловить... Пошли... Опа-то... Так... Так... Ребята... Ох, речка... Красота... Да, ну вода на прибыль... Блин, практически так же и была... Я был здесь в мае месяце... Вода так и осталась... Обалдеть! Что теперь всегда такая вода будет? Столько воды много... Вот это можно попробовать настоять... Это... Продуктор... проирахать минутку... Самое göreстное зацятое По снастям все тоже, мой старый добрый Шимана Катана Выручает мне, сейчас я его тест уже даже, кстати, не помню Я почему-то думал, что он 90 граммов, он может быть даже больше Сейчас посмотрим Где здесь тест? Нет, что-то не указано Не написано Так Так Половить я сегодня, наверное, уже вряд ли успею Но найти точку лова Уже темнеет, видите, как быстро Но найти точку лова, я думаю, я смогу Маркерный груз и вперед Так Сначала надо расклипсоваться И, пожалуй, приступим Что-то не так глубоко Как я думал, ребят Мелкий ракушечник Или камушки, скорее всего В камушке Да-да-да-да Близно такое Оп Похоже, бровка Попробуем, заклипсуемся Сколько же хищника плещется И тут, и там, и слева, и справа Но это хороший знак Это говорит о том, что река живая Если и хищник гоняет, то, возможно, и мирная рыбка будет поклевывать Но все это будет уже завтра Сегодня уже темнеет, темнеет, темнеет Прям на глазах Сейчас я быстренько что-нибудь поужинаю И буду спать Друзья, доброе утро Короче, извините меня Я проспал утреннюю зорьку Будильник зазвенел Все как положено В 4 утра С рассветом Но Черт побери Так спалось на свежем воздухе Поэтому Я Решил спать Дальше До победного В общем, короче Зато выспался Вы не представляете На свежем воздухе Так классно Солнышко уже встало Уже светит вовсю Сегодня будет жаркий день Классный жаркий день Хищник плещется Вот впереди у меня Сейчас плеснулся хищник Вода еще больше прибыла Смотрите В общем Не знаю Как будет По рыбе Вода опять прибыла Еще больше Сантиметров на 10-15 точно Вот Но рыбку мы будем ловить Все равно В любом случае Мы приехали На такое классное место Неужели Не посидеть С Федорочком Давайте Начинаем Позднюю Утреннюю рыбалку Итак Друзья По традиции Первый заброс По насадочке Классика Жанра Опарыш Мотыль Прикормочка Пока Из морозилки Старенькую Добиваю Но там еще есть Два килограмма Свежий Начинаем Рыбную Ловлю Наконец-то Наконец-то Приступили К нормальной Ловли Сейчас посмотрим Еще как Толком По забросу Я потому что Одно дело Грузик Кидать А другое дело Уже С поводком Кидать Вроде бы Как бы Чуть-чуть Не докинул Прям Вот прям Клипсу Ударил Конечно Чуть-чуть Чуть-чуть Прям То есть Кормушка Сначала Коснулась А потом Клипса До клипса Дошло Чуть-чуть Чуть-чуть Не по фэншую Чуть-чуть Не по фэншую Сегодня у меня Что-то Все не по фэншую Все прям Бум Шиворот на выворот Друзья Все шиворот на выворот Проспал Он опять Хищник прячется Ну как проспал Просто не захотел Вставать Настолько Кайфово Спалось Вот Вы не представляете Бывают у вас Такие моменты А Вот бывает Наверняка Ведь бывает Вы меня поймете Многие поймут Потому что Так кайфово Спалось Просто Прям И думаешь Да ничего не хочется Просто спать В палаточке На свежем воздухе Ну а теперь Будет полноценная рыбалка Правда уже солнце Жарит Сейчас надо будет Раздеваться Я так чувствую И купаться Погодке повезло Погодка Шикарнейшая Шикарнейшая Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Друзья, на первом же забросе была легенькая педагогушка Ну я так понимаю Что какая-то мелочь Избила мотыля Давай, родная Ну хоть поклевочку увидел Это уже радует А я засмотрелся Бросил мальков Тьма вот здесь плавает Бросил им чуть прикормки Посмотреть Рабочие, не рабочие Просто после Долгого лежания в морозилке Мелочь Собралась На прикормку Немеренно Значит прикормка работает Значит прикормочку Добьем А потом будем свежую Мутить А я вроде кого-то зацепил Кто же это был Ооо, друзья Смотрите какая Вот кто это клевал На первом забросе Фу-фу-фу Какая мелочь будет Такую мелочь я и на озере налавлю Хотелось бы, конечно, что-то покрупнее Да Хотелось бы, конечно, что-то покрупнее Ну чего Ни туда, ни сюда Пущу я тебя На озере достала меня такая Ну не достала Там даже на озере-то крупнее в основном попадалось Таких было одна или две, наверное Максимум три Иди, иди Ой, ой, ой Немножко она это В шоке Ну ладно Может крупнячок сейчас соберется на точку Будем ждать Раз мелочь подошла Значит крупняк Крупняк подойдет Мелочь уйдет Если сейчас мелочь будет задалбливать От мотыля, наверное, придется отказаться Попробую маятниковым забросом не зацепим А там ничего В точечку Друзья, на втором забросе вот тоже кто-то Ну легкая-легкая подергушка была Кто-то прям еле-еле Я так думаю Опять мелочь Посмотрим Да Некрупная что-то Даже не эта Сопротивление есть Но что-то Небольшое Опять мелочевка Что-то Не поднимается мелочевка Где-то там Ага Опять мелочь Блин Не есть хорошо Если такая фигня будет клевать Очень плохо Очень плохо Блин Что же делать-то Да Даже кормушка вымется не успела Надо как-то отсеивать Мелочь будет Это не есть Это не есть Хорошо Хочу сейчас провести эксперимент Недавно я ходил за грибами Те, кто смотрит меня постоянно, видели это видео, да? Так вот На грибах очень много было слезняков Я парочку взял В холодильнике они еще жили Но здесь вот они уже, конечно, устали Но Хочу попробовать Насадить вот такого слезня Смотрите, какой Слизняк Может быть, на него Что-то Посерьезней Проклюнется Попробуем? Давайте Так, ради эксперимента Хоть слезняк и похож Визуально на речную улитку чем-то Но, видимо, биологический состав слезняков разный На них даже ни одной шевеленки не было Посидел я минут 10 Думаю По вкусовым видам Лесные слизни Рыбе Не милы А может быть, просто не знает она Об их существовании не ведала И не знала Ну ладно Провели такой эксперимент Попробовали Пожалуй, насажу-ка я сейчас Трех опарышей Как отсечь мелочь Попробую трех опариков Потому что Мелочь, возможно, идет на мотыля Сейчас посмотрим Итак Попробуем трех опариков И Раз Они уже полезли Не успеваешь тут их насаживать И Двас И Трис О, хищник какой там плещется Попробуем так Мои предположения оказались верными Мелочь шла на мотыля Вот сейчас три опарика Стоят уже Ну, около 10 минут Ни одной подергушки Был бы мотыль, я уверен Уже бы мелкая Лаврушка Атаковала бы его Тут с одной стороны это хорошо С другой стороны не очень С одной Хорошо с той стороны что Крупняк подойдет Крупняк хапнет Для нее три Опарика Это так только На один зубок Если хороший лещишка А плохо то что Поклевочки теперь Долго ждать Солнце уже прям Полит Нещадно Можно так сказать Хотя она В небольшом таком мареве Но тем не менее Очень и очень Жарко Пойду я сейчас Одену шортики Одену тапочки И буду сидеть Уже Загорать Друзья На трех опарышей Тишина полная Ни одной подергушки Просидел Уже сходил И переоделся Одел Шорты Тапки Вытаскиваю Все три Опарыша Целые Сейчас вот Насадил один Опарик С мотылем Мелочь С опарышем Тишина Вот насадил Одного Опарика Сейчас попробую Если на него Брать не будет Будем что-то еще Думать Если на него Поклевки не увижу Будем что-то Думать еще Офигеть Да Солнышко В таких облачках Скрылась В Марьеве В таком Ну ничего Нормально Комфортно Так даже лучше Чем когда Жара плющит Пусть будет так Так и загар Пристанет Сквозь Такую Дымку Хорошей Несильной Не сгорю И Не так Жарко Еще бы По рыбке Хоть поклевывало Что-нибудь Не хочется Откровенную мел Учеловить На мотыля Что-то Надо думать С опарышем Я думаю Кукурузы У меня нет Можно было бы На кукурузку Попробовать И червяка Я не взял Надо было Конечно Не продумал Не продумал Что-то Как-то Вперся Мотыля В опарыша На одного Опарыша Тоже Тишина Просидел Уже Минут Десять Нет Десяти Нет Минут Семь Пять Семь Точно Просидел Не по Дергушке Не по Дергушке Ждать Нет Надо что-то Пробовать Надо Экспериментировать Даже кормушка Наверное Еще вынулась Не вынулась Не знаю Сейчас посмотрим Вынулась Кормушка Чистая Так Просто Тяжелая Я уже отвык От тяжелых Кормушек Друзья Отвык От тяжелых Кормушек Представляете Привык На озере Там 30 грамм 40 Максимум А здесь Соточка 100 120 Никто Даже Не позарился На Опарик Сейчас Я попробую Вот Что Сделать Так Насажу Опять Трех Опарышей Опять Трех Пилку Насыпали Забью Прикормочку Есть Друзья У меня Вот такой Аттрактор Попробовать Его хочу Лещ Лещовый Прям именно Специально Для леща Написано Что Высоко Аттрактивный Стимулятор Спрей Для Насадок И Локальной Прикормки Содержит Полные Пакеты Аминокислот Витаминов Минералов Микроэлементов И подсластительных Сложные Ваки Не знаю Что такое Ваки Но В общем Надо что-то Делать Ну а что Если Не клюет Сейчас я Сюда Опарыша Положу На прикормочку И Пшипну Вместе с прикормкой Чтобы пропитался Попробуем Вонючий Конечно Вонючий Конечно Да Даже Непонятно Чем Воняет Этот Лещ Пять секунд Там написано Подождать Подождем Раз Два Три От пяти до тридцати секунд Четыре Пять Шесть Нормально Пока забросим Пока забросим Пока забросим Как раз пройдет это время Так Прицел Сто двадцать Бронебойными Огонь Посмотрим Посмотрим Как с этим Будет дело Обстояние А что делать Надо что-то делать Хищника здесь Конечно Плещется Как с оттрактором Посмотрим Как с оттрактором Будут дела Обстояния Друзья Ну Вонючка Была поклевочка Не знаю Я даже не ожидал Камеру выключил Во-во-во-во Переставил Ну давай Давай родного Друзья Опять подергушечки Ну такие Подергушки Не крупной рыбы Я так думаю Хорошо Хоть с вонючкой Хоть поклевки Вижу А так сидел Вообще На опарышах Тишина была Мотылька достал Следующий заброс Еще мотыльечка Подсажу Конечно Может мелочь Начать клевать Такая Ну мне кажется Она и сейчас Это не крупная Клюет То есть как бы Разницы никакой Видимо Крупной рыбы На точке нет Сейчас посмотрим Кто там Если Если продолжатся Поклевки Расклюнули Повторим Процедурку Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует так ладно поклевки редкие и то если либо мотылька подсадишь либо пшикнешь аттрактом смотрите у меня закончилась прикормка моя до из морозилки сейчас я к вечерке надо замесить свеженькой хорошей вкусной прикормки но сначала надо что-то перекусить время уже обед очень жарко пойдем чем приготовим покушать друзья столкнулся с проблемой я же ведь не курю сейчас решил приготовить обед знаю точно знал что у меня два коробка спичек лежит вместе там с плитой с другими принадлежностями знал точно поэтому не заехал не купил ни спичек не зажигалку посмотрите что произошло видите на спичке пролилась жидкость от комаров от укусов комаров она не на водной основе была бы простая влага сейчас был под солнышком положил они по моментам высохли а эта жидкость она на основе на масляной на масляной и поэтому просушить их нереально что делать у меня спичек нет единственный вариант пойду попрошу у коллег у соседей там я когда проезжал сидели рыбачки пойду спрошу может быть выручит ни у кого не нашлось спичек у всех зажигалки пришлось костерок мутить самому сейчас хотел вечерком замутить но теперь буду сейчас поддерживать потихонечку чтобы чтобы был всегда огонь и так друзья готовить мы сегодня будем что-то типа плова полноценным пловом это назвать конечно же нельзя так что не ругайтесь комментариях но тем не менее это будет рисовая каша с мясом скажем так сначала порежем и обжарим мясо пока жарится мясо мы почистим и порежем морковь приступаем к морковочки кто как любит морковку я люблю морковку так полукольцами тоненько чтобы она вроде бы была видна не совсем в терку но тем не менее чтобы она ее не огромный кусок был что-то среднее золотая середина друзья морковочка засыпаем вон видно вам костер какой я разжег хочу попробовать до ночи продержаться чтобы хотя бы угли были до вечера вечером что-нибудь может быть еще хотя бы яишенку пожарить там хотя может быть у меня здесь плова получится на два дня сейчас наделаю и буду есть но подогреть в любом случае надо даже если плов надо будет подогреть теперь приступаем лучочек а тема лука я люблю побольше не знаю кто как а я вот эти прям две луковицы агромедных сейчас я приходую лук я режу люблю полукольцами тоже такими вот он получается у меня неплохой мне нравится все равно он в воде потом же он будет вариться вместе тушиться скажем так не вариться а тушиться вместе с рисом поэтому его чувствоваться лук не будет я вот люблю так большими полукольцами так вторую луковицу луковицу так закидываем лучок надо будет нам перемешать сейчас получается кайфово получается парни пока я соль сюда не добавляю чтобы не дай бог мясо там воды не дало лишний вот овощи вот эти морковка лучок пока все прожариваю без соли соль я уже в рис буду делать запах ребята вы чувствуете на камеру пошел дымочек а как вам тема я же говорю запах обалденный просто сейчас будем пока мешать и жарить смотри ребята песня да вот к вам дымочек идет прям на камеру ребята надо есть динамики для звука а теперь надо что нибудь придумать для запаха будет вообще убой тогда видео тот кто придумает что то для запаха наверное тоже какой нибудь нобелевскую премию получит передавать запах через телевизор или мобильные какие нибудь устройства компьютеры ноутбуки телефоны тема тема та вот 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 late он на теперь мы сюда высыпаем риску перемешивать не надо уже все просто чтобы все это покрыло чтобы рис это все покрыл теперь вот вот теперь я солю теперь вот теперь я солю кто как любит посылание посылание много тоже не надо так и специи добавляем теперь уже можно вот они дадут риску такой своеобразный золотистый цвет именно что который присущ плова теперь заливаем это все дело водой убавляем газ так вот и закрываем крышечкой и ждем друзья наш вкуснейший плов ну можно сказать это не плов да без разницы называйте как хотите кашу рисовую чего угодно главное что это будет вкусно я уверен сто процентов тема ну что друзья момент истины а как вам теперь вот можно уже помешать красота красотень просто ух ты меня слюнки текут я не ел ничего с утра время уже наверное часа два обеда надо быстрее есть скоро вечерка начнется замешивать прикормку и так друзья кто был голодный на момент приготовления да и вместе со мной решил что-то тоже перекусить потому что я знаю как вызывает процесс приготовления аппетит поэтому тот кто решил со мной перекусить всем приятного аппетита надо подкрепиться а а потом продолжим ловлю супер а 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